Знаете, почему я не показываю сейчас туристическое направление? Но если честно, подумайте сами, откройте окошко, на улицу посмотрите, 27 градусов, даже если дождик прошел, что может быть лучше? Банная прогрелась, так как Средиземное море не прогрелось. И вы что, еще хотите за рубеж? Нет. За рубеж надо ездить когда? В сентябре, октябре, ноябре месяце, когда мы можем продлить лето, потому что уральское лето, это что-то с чем-то. Красота, да и только. Но в сентябре, октябре, ноябре у вас уже денежки на подсосе, потому что вы смотрите, оба-на, зима, оба-на, колеса кончились, зимние, надо покупать, залазить в кредит. И сегодня вместе с шинным центром Якогама, который располагается здесь, на Оренбургской 2Г, мы вам предлагаем очень хорошо сэкономить, то есть запастись зимней, либо летней резиной по минимальной цене, сэкономить денежки, а потом уже, ну, представляете, да, улетели. Красота, зелено, тепло, сытно, комфортно в октябре, ноябре месяце. То есть это из темы, готовь сани летом, а телегу зимой. И хотя генетически, что ли, мы впитали летние тормознутости и расслабленности, довожу до вашего сведения. При неизбежной девальвации, а иначе нашу экономику и не запустить, цена на импортную резину, естественно, вырастет. И еще немного из мудрейших славянских советов. Не все то золото, что блестит. В нашем случае абсолютно необязательно за красивым и современным шинным центром скрываются большие цены. Вообще надо понимать, что самые большие цены в дилерских центрах и во всех тех магазинах на людных улицах. Лесопарковая, а точнее ее пересечения с Оренбургской, же больше автомобильная улица, призванная экономить время водителям, не переносящим пробок. А сегодня это еще и место экономии денег для тех, кто с трудом переносит особенности российской экономики. Вот мы все говорим об экономии топлива. А как она достигается? Ну, прежде всего, вы выбираете экономичный стиль вождения. Это раз. Переводите автомобиль на газ. Это два. Но есть такие вещи, которые необходимо контролировать практически каждый день для того, чтобы экономить до 15% горючего. Ну, я уже устал магнитогорцам объяснять, что город наш – это небольшое пространство, 12 километров с севера на юг и 2 километра с запада на восток. То есть, ну, куда гнать-то, собственно говоря. Но если вы решили поехать куда подальше, все-таки необходимо проверить контроль давления в шинах. Потому что если колеса недокачаны, вы едите больше. Если перекачаны, в принципе, тоже. Ну, и комфортную поездку не назовешь, когда так все так делаешь. Но есть и еще способ экономить. Конечно, каждый божий год производители выпускают новые автомобильные резины. И вот мы вам представляем новинку от фирмы Екогама. Екогама Сидрайв. Да нет, я не токсикоман. Дело в том, что эта автомобильная резина пахнет апельсином. Потому что в состав ее входит апельсиновое масло. Не знаю, как там все это дело скомпоновали. Но даже то, что она экологична. Вот здесь бегает мой младший, маленький, точнее, Алексей Челейкин. Это хорошо. То есть, нет такого запаха ярко выраженного. Просто апельсином пахнет. Ну, едет хорошо. А в действительности хорошо катит вся резина Екогама по совокупности причин. Ну, во-первых, шинами они занимаются с 1917 года. Совместно с американским концерном Б.Ф. Гудрич. В ряду японских производителей имеет статус передовой. И стоит эта фирма чуть меньше Майкрософта. 5 миллиардов долларов. Кстати, о стоимости резины сегодня для магнитогорцев. Странные вещи. Летом обычно люди цены поднимают. Вот у нас тарифы поднялись, да, допустим, на 30, это же 25%. Вы с ценами что сделали? Мы опустили. А на сколько примерно? Процентов 15-20, то и больше. То есть, вы зарабатывали 25%, оставили себе 5%, ну так, чтобы немножко хватило на чуть-чуть. А какие у вас специальные предложения? Вот, допустим, мы же знаем, что самая распространенная автомобильная резина города Магнитогорска, это все-таки на 13, на 14. Ну, мы сделали какую акцию? Снизили цены на 13 и 14 дюйма. Например, 175 резина, 175-70 на 13, чекогамма. Она стоит у нас всего лишь 1830 рублей. Нокия в этом размере 1800. Подождите, подождите, я тут недавно всякие нордмастеры там смотрел, а до Амтеллы они 1700 были стоили. У вас всего на 100 рублей дороже? Да, да. При этом это японская резина? Чистая японская резина стоит 1830 рублей за колесо. То есть, есть смысл, по-моему, приехать, да? Есть. Зимняя резина в этом размере будет стоить 1900. Ага, то есть можно и зимнюю резину купить? Ну, и в Магнитогорске в большом количестве распространены спортивные, утилитарные машинки. Всю вот. Вот, резина на них обычно стоит дорого. У вас она сколько стоит? 5100, 5200, 5300, 5. Это экограмма ГО-12, ГО-51 распространенная резина, которая ставится на кроссоверы. Она в большом количестве и очень маленькая цена. И это радует, зная о том, что когда хмель лето пройдет, мы поймем, что нам припаяли 30% плюс кварплаты. И поймем, что жизнь и так дорогая стала еще дороже. И, возможно, этой зимой на автомобильную резину-то и не хватит. И весной следующей не хватит и на летнюю. Так что, может, взять пока. Пока такая возможность есть, а? Да что же это случилось с городом Магнитогорском? Жить в нем захотелось. Потому что и не без успеха нарываем самые низкие цены. Да, действительно, редко кто зарабатывает на автомобильном колесе всего 5%. Это может сделать только шинный центр Якогама. Потому что, ну, решено было не напрягать бюджеты Магнитогорцев. Да зачем это делать, когда все живем в одном хорошем, ну, пускай немного напряженном городе. И в результате самая дешевая импортная автомобильная резина. Очень хорошая, очень качественная. И как сюда проехать? На улицу Оренбургскую 2Г. Ну, вы, в принципе, эту улицу хорошо знаете, видите, просто не понимаете, где она стыкуется с улицей Лесопарковой. Вот прямо здесь. То есть здесь вот у нас получается пожарная часть на пересечении улицы Советской и Советской Армии. И за ней буквально, то есть сюда проехать очень легко и просто. Либо развернулись по Лесопарковой обратно в сторону вокзала, либо по Лесопарковой сюда же едете, мимо не проедете. А тем более, как можно проехать мимо таких цен?